С нами на связи Алексей Барановский, адвокат-советник по вопросам коммуникации российской оппозиции и легиона Свобода России. Приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Да, доброе утро. Ну, Алексей, а что вы скажете, что ждет, ну, в рамках, знаете, вот этих всех законодательных инициатив, я бы так сказал, на большую часть мужского населения Российской Федерации? К чему их всех готовит нынешняя кремлевская власть? К смерти. Того, кого поймают, мобилизуют, того готовят к смерти. Безусловно, Картополов все правильно сказал. Большая война. Большая война – это значит, будет больше гробов, больше смертей. Собственно, ничего другого Государственная Дума и Владимир Путин россиянам предложить не могут. Вот, судя вообще по последним заявлениям Путина, он считает, что специальная военная операция очень специально идет хорошо, и, значит, смертей и гробов будет приходить в российские города только больше. И тут вот, возвращаясь к тому, какие изменения, да, уже делаются, Госдума приняла поправки резко ужесточающие закон о военной службе. Итак, призывной возраст повышен до 30 лет. Выезд за границу запрещен с момента получения повестки. Штрафы за неявку в военкомат выросли в 10 раз, вот, и регионы получили право создавать собственные военные компании, но не частные. Так вот, давайте сейчас, вот, военная компания, это очень интересная тема, но хотелось бы сейчас разобраться с этим возрастом, да, который повышен до 30 лет, призывной возраст. Есть еще шансы, это уже сейчас надо быстро выезжать? Какие варианты у тех, кто понимает, что уже попадает под этот новый закон, вот, и то, что теперь призывникам будет запрещен выезд? Сколько у них еще времени есть от того, что вот Госдума уже приняла этот закон, эти поправки? Знаете, по большому счету все, кто уже хотел и, главное, мог выехать с территории Российской Федерации за рубеж, уже выехали. Мы даже видели обратное явление, когда люди начали возвращаться, потому что не все могут устроиться в чужой стороне, не все могут найти источники для существования своего, поэтому тут главным образом будет расти, во-первых, внутренняя коррупция внутри России и в военкоматах, и, главное, очень у врачей вырастут доходы такие теневые для того, чтобы не попасть в армию по состоянию здоровья. Но также вырастет, как это ни странно, рынок аренды недвижимости, причем аренды такой тоже в серой зоне, что называется, потому что проще всего не попасть в военкомат, не получить повестку, это чтобы тебя не нашли. Если это массово будет, люди прозывного возраста, не жить по прописке, а это уже сейчас происходит, то, собственно, это максимально затруднит работу военкомов, мобилизаторов. То есть не жить по прописке, снимать жилье в другом районе, в другом городе, вообще переезжать куда-то. То есть эти явления будут только набирать, так сказать, масштаб по всей стране. Ну вот так будет реагировать общество. То есть это будет такое пассивное сопротивление. Активного пока что мы не видим. Ну, за редкими исключениями. Да, Алексей, смотрите, по поводу пассивного, активного, вот как раз вот давайте с вами подойдем, чего возможно ожидать, но насколько эта тема болезненная для Путина, для кремлевского режима, соответственно, если вот взять вот в кучу, да, вот у нас, ну вот этот пазл сложить, соответственно, всех этих инициатив законодательных, вот когда они смогут набрать обороты, по вашему мнению, да, вот если мы говорим о волне очередной масштабной, которая должна присутствовать в этой стране, в этой истории жила ЕМОГО набора личного состава для официальной Москве, соответственно, когда ожидать. И если все-таки они на это пойдут, то, ну, и дальше будет пассивная позиция. Россияне в большинстве, ну, я имею в виду мужское население, готовы будут, да, вот отдавать свою жизнь за то, чтобы продлить физическую и политическую жизнь вот этим ворам в кремлевских башнях. Когда начнется, мы это увидим по признакам, опять начнут ловить возле метро. В Москве мы это уже видели, эту картину, когда просто подходящих по возрасту людей начинают принудительно обелечивать, вручать повестки прямо, значит, на ходу, что называется. Вот возле метро кого поймали, того им мобилизовали. Когда эти, значит, эксцессы возобновятся, значит, ловли призывнивков на улицах прямо городов, значит, мобилизователи военкоматы не могут выполнять планы, которые им спущены, значит, начнут ловить просто всех подряд. Ну, то же самое мы уже, кстати, видели неоднократно на территории так называемых народных республик, значит, Донецкой, Луганской и так далее, на оккупированных территориях. Вот те же самые практики, они начнутся и внутри большой, что называется, России. Ну, а российское население на данный момент мы видим в основном, это позиция такая, моя хата с краю, умри ты сегодня, а я завтра. То есть будут петлять, будут как-то косить, будут откупаться, прятаться. Сопротивление активное, партизанское сопротивление, это удел единиц, удел немногих, честь и мое хвала, но пока что это все-таки не массовое явление. В основном россияне будут активно сопротивляться только тогда, когда появится какая-то новая сила, когда легион свободы России опять войдет в Россию и начнется, значит, процесс освобождения. Либо Пригожин начнет очередной бунт, тогда к нему тоже кто-то начнет присоединяться. То есть без активного вооруженного сопротивления, значит, инертная масса простого населения, она сама по себе не поднимется. А вот есть еще, кстати, какие-то правовые, ну, скажем так, способы сопротивления отправки не то на военную службу, а тем более уйти от мобилизации, если все-таки очередная какая-то будет или частичная, или тем более всеобщая. Ну и была такая опция, есть она еще до сих пор или нет, это требование альтернативной гражданской службы. Вот в военкомате могут отказать, если призывник потребует АГС? — Слово «правовая» для Российской Федерации Владимира Путина — это вообще такой оксимирон, в общем, это слово, которое не имеет настоящего смысла в России. Да, кому-то может повезти, кто-то сможет перейти на альтернативную службу, но это абсолютно единицы, и не стоит на это сильно рассчитывать. Если уже ты попал в лапы военкома, то очень невелики шансы у тебя куда-то отскочить, там, на альтернативную службу или еще куда-то. Поэтому основной совет все-таки по-прежнему не попадаться к ним в руки, не получать повестки, уж лучше пускай на тебя накладывают штрафы. С штрафом можно жить, а после мобилизации жить будешь ты или нет — уже большой вопрос, а точнее, скорее всего, нет. Хорошо, а если в контексте затягивания времени, например, в военкомате отказывают в этом вопросе касательно АГС, и если призывник начинает судиться с военкоматом, в это время его могут мобилизовать или призвать и так далее? Вот этот процесс, пока суд идет? Вот я говорю как адвокат, не теряйте время, потому что, да, это можно, конечно, все делать, но в России судопроизводство работает только в одну сторону — в пользу государства. Ты никогда у государства ничего не отсудишь. Права человека — это пустой звук для Российской Федерации. Теоретически, да, есть эти механизмы. Может быть, кому-то даже что-то повезет добиться. Мы видим единичные случаи, когда там судьи не накладывают даже штрафы за какие-то такие антивоенные штуки. Но это абсолютно такие единичные случаи, и не стоит на это рассчитывать, потому что как механизм, как институт судопроизводства в России разрушено. Оно полностью подчинено вертикали власти. Поэтому, да, может быть, кому-то повезет и что-то удастся доказать в суде или еще обложившись правками и бумажками, но на это рассчитывать все-таки не следует. Следует рассчитывать только на себя. Не получил, не нашли — будешь цел. Если нашли, ну, сопротивляться нужно, конечно, до конца, но шансы уже невелики. Мы видим, что они начали пугать с телевизоров большой войной, а значит, это большие проблемы у простых граждан России. Ну, а скажите, если мы говорим о самом таком термине «большая война», Алексей, то, по вашему мнению, как путинская пропаганда пытается эту историю использовать? Ну и в целом, не знаю, можете ли вы или как просто оценить о готовности самого российского общества к этой большой войне? Потому что, так или иначе, ну, большинство, даже если мы видим какие-то опросы на улицах, не только московских, но и целых по территории Российской Федерации, ну, вот идет так называемое СВО, ну, вот пока она не касается как-то, ну, того забрали, вот того, есть какие-то знакомые. Но в целом вот жизнь худо-бедненько, но она идет. Да, и как бы в этом, наверное, и плюс того, что Российская Федерация, кремлевский режим пытается использовать такие термины, как частичная мобилизация, да, усиление мобилизационного ресурса. Ну, они играют в слова, но по сути мы понимаем, что то, что началось там еще в прошлом году, до сих пор продолжается. Но вот общество, по вашему мнению, оно как? А вот тут она готова? За родину, за Путина, в едином порыве. Ну, все, кто уже хотел, в едином порыве, они уже выехали в Украину, скорее всего, уже там похоронены. Да, тут я думаю как-то вот, ну, извините, пропетлять. А вот тут я понимаю, что вообще нет. Вот и я нет, и кум нет, и брат нет, и муж нет, и тот нет. Вот все вот в одну вот эту трубу, да, которую Путин хочет завести, да, всех мужчин, ну, как минимум, да, вот в рамках этих всех историй законодательных. Вот тут как сыграет история? Вот в этом вопрос. В этом вопрос. Вы знаете, вот недавно, буквально вчера показывали, легион растет. У нас новые новобранцы, новые добровольцы. Это путь не для многих, но для самых сильных, для тех, кто готов бороться с путинским режимом. Да, у них будет мобилизация, но у нас тоже идет мобилизация, причем наша мобилизация гораздо лучше. В том плане, что это люди идейные, люди, которые действительно понимают, что дальше либо тебя отправят на мясо, либо ты начнешь все-таки в конце концов бороться с оружием против этого путинского режима. Да, легион растет, и, собственно, легион свободы России – это последняя надежда, получается, уже простого российского народа, потому что либо их мобилизует путинскую армию и утилизирует, значит, на фронтах в Украине, либо ты сможешь все-таки как-то начать бороться с этим, если ты для этого готов. Наш количественный состав растет, значит, все-таки люди есть, значит, есть надежда. А вот, Надежда, для тех, вы активно так акцентируете внимание, либо уехать, либо те, кто уже смогли уехать, они уже как-то обосновались за границей, а даже есть те, которые возвращаются. И также акцентируете внимание, что лучше в другой город уехать, по другому адресу жить. Но вот, учитывая те сложности, которые сейчас возникают с этой мобилизацией, мы видим это в законодательном виде, как Госдума пытается это все как-то совершать контроль над теми процессами, которые происходят среди нежелающих воевать в том числе. Но вот если человек все-таки решит скрываться от военкомата, и вот насколько активно его будут искать, как это вообще, в принципе, ну, какими способами, скажем так? Это помогает банковской карточке как-то, я не знаю. В том-то и вопрос, что если массовое будет уклонение, массовое прятание, то искать будет сложно. Искать будут, собственно, участковые. Вот придет участковая по месту прописки, нету призывника, написал рапорт, нету его, а он живет там в соседнем районе. Участковый соседнего района не знает, что у него тут чужой призывник. Значит, либо начнутся какие-то вот облавы на улицах, либо начнутся вот проверки, знаете, по домам ходить, а кто у вас тут живет. Но это все будет видно. То есть все-таки работают там какие-то чаты, значит, домовых там комитетов, работают вообще просто мессенджеры, люди общаются друг с другом. Это будет видно. Об этом мы узнаем через соцсети. И, собственно, вот такая низовая солидарность минимальная, предупредить, что к тебе идут там с повесткой, она существует в Российской Федерации. Люди пытаются как-то помогать друг другу, когда это от них не требует больших усилий и особых рисков. То есть предупредить соседа еще это вполне реально работает. Мы знаем и другую историю, когда за антивоенную позицию у тебя могут написать донос, но и предупредить, что идет военкомат, тоже могут. Поэтому тут такая все время разносторонняя социальная жизнь в России. Она очень такая, на самом деле, в минимальных формах, но она присутствует. Поэтому, да, ну, будут как-то пытаться их ловить. Но, скорее всего, самый простой способ, я говорю, это будут ловить на улицах, кто подходит по возрасту на вид. Вот и все. То есть не будут они слишком заморачиваться этими вопросами. Понятно. Спасибо. Алексей, да, спасибо вам. Благодарим за вот этот анализ в эфире телеканала «Фридом». Алексей Барановский, адвокат, да, советник, также, ой, советник по информационным вопросам и вопросам коммуникации российской оппозиции и, что самое главное, легиона свобода России, да, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.